Всем привет, ребятки! Сегодня давайте рассмотрим матч Бёрнли-Манчестер-Юнайтед. Как сыграли этот матч? Погнали! Первая тактика. Да, Бёрнли играл стандартно 4-4-2, где ЛП и ПП превращались в левых-правых защитников. Левые-правые защитники центральные сужались, плюс в эту зону еще ныряли Бэстфуд и Брохилл, а Барнс становился, грубо говоря, единственным ЦПшником, либо вторым ЦПшником, смотря кто ныркнул в зону центрального защитника. Вуд оставался впереди, Барнс очень много работал. Как играл Манчестер? Манчестер играл вот где-то так, другое дело, что Решфорд в этой тактике практически не смещался на место центрального нападающего. Он играл строго правого полузащитника, либо правого вингера, ну то есть тупо по зону он практически не смещался в зону центрального нападающего. Марсиаль же хоть и начинал слева, но частенько играл именно в атаку. То есть Шоу когда подключался, вот играли, вот видите, стандартно 4-4-2. И последним защитником был Байли, в этом случае Магуайр мог даже во время простой атаки подключиться именно в первом тайме на дальнюю штангу, чтобы замкнуть. В этом плане так играли. Погба и Бруно были чуть выше, а Матич был вот таким вот чистильщиком, даже где-то центральным защитником строго по позиции. Бесака, ну как обычно. Вот так играл Манчестер. Погнали к матчам. 16-я минута, 10 человек в обороне, но это даже для меня круто. Хоть это на самом деле достаточно интересно. Я говорил, что матч будет интересно рассматривать с точки зрения обороны Бёрли. Это так и есть. С точки зрения атаки может быть менее интересно, но тем не менее. 10 человек в обороне, где левый и правый защитник это ЛП и ПП и один из ЦПшников становится центральным защитником ЦОПник. Ну это круто. А НАП при этом переводится в опорную зону. Это что касаемо в обороне. В этом эпизоде, да. Пас от Рэшворда идёт на Бруно. Бруно потом отдаст на Матич. Прикол здесь заключается в том, что только Шоу Бисака и Бруно в этом эпизоде осуществляли движение. То есть движение было только по флангу и от Бруно в центре. И Матич, и Пагба находятся в статичном положении. И то Бисака прибежал, встал. Шоу тоже прибежал, забежал в офсайд, встал. То есть всё это происходит в статике. Нет командного движения. То есть три на потом, Кавани, Марсиаль. Туда забежал ещё Магуайр, по-моему. Никак не двигались. Бруно отдаёт мяч на Матича. Матич отдаёт на фланг Шоу, да. И дальше Магуайр, так как не последовала подача, он возвращается пешочком назад. Но вперёд двигается, по сути, только один Бруно на набегание. Ну, плохое командное движение. По флангам у Шоу понравилось движение, да, и у Бруно. Всё. В этом эпизоде двигался мало кто, кроме Бруно. Поэтому и возник эпизод. Именно из-за движения. Из-за движения Шоу, из-за движения Бруно. Там, из-за того, что Магуайр выходил из этой зоны, зону эту набегал Бруно. То есть, движение, перестановки в атаке приводят к опасным моментам. Это движение, как раз таки, залог успеха в атаке против команд, которые стоят на своей половине поля. Дальше идёт прострел от Шоу, да. И Марсиаль и Кавани очень хорошо играют в штрафной. Что они делают? Они делают шаг вперёд и занимают зону перед защитником. Там, это классическая игра нападающего штрафной. Марсиаль здесь как раз таки успевает и проталкивает мяч дальше на Бруно. Бруно пробил, но не совсем удачно. Макич и Погба, в принципе, не вбегали в зону. То есть, они были статичны и всю атаку... Ну, это не очень хорошо, как по мне. Ну, да ладно. План Сульшера включал не только подключение там Магуайра на дальние штанги во время стандартов, но и делать это во время игры. Поэтому последним защитником был Байли. Здесь хорошо видно, вот Бёрнли атакует. После серии там пасов, неудачных каких-то мини-рикошетов, мяч прилетает к Вестфуду и Вестфуд закидывает на Барнса. Байли здесь играет на опережение и выкидывает мяч из штрафной. Ну, просто ногу вставляет, куда отлетает, туда отлетает. Здесь уже как-то нет до изысков, чтобы выебить именно в аут, либо в сторону от ворот. Зону подбора мы проиграем, потому что там играет Матич, который должен тактически располагаться. Там по скорости он не может этого сделать. И Погба, которому, грубо говоря, навыка не хватает. Поэтому зона подбора проиграна. Если бы здесь был не Вуд, а игрок с более техничным ударом, с более техничным приемом, я думаю, было бы куда опаснее. Оно и так опасно, но прикол в том, что кто успевает заблокировать этот мяч? Магуайр, который бежит лицом на Вуда, либо Байли, который спиной располагается, либо Бесага, который может туда же сдвинуться. Нет. Понимаете, это делает Байли. То есть его пластика, его координация движений в очередной раз спасает Манчестера от гола. Это было с Останвилла, это происходит и сейчас. Берли кидала аут, уже переходила в атаку, разбегалась, скажем так, со своей половины поля. Но Бруно выполнил удачный прессинг, выполнил отбор на чужой половине поля. Это тут же приводит к тому, что Берли не успевает расположиться, и Матич выполняет пас на Марсиале. Марсиаль ударил как бы неудачно, но это самый, по-моему, опасный эпизод Манчестера за все время. Был там гол у Магуайра, был там гол Погба, но факт в том, что опасность приходит всегда из атаки с хода, из прессинга на чужой половине поля. Согласно правилам футбола, по вару, вар может рассматривать красную карточку, пенальти и гол. Не отменять штрафные, не заменять там положение удара на штрафном. В один на другой это не может делать вар по правилам футбола. Но у английских судей всегда есть свой прецедент. И вот это новый, новый. Мы теперь штрафные отменяем. Вопрос в том, был не был, вопрос в том, что вар не имеет на это права. Вот и все. И судья не имеет на это права. Но в Англии, видать, судьи настолько тупорылые, что они даже не знают правила вар. И это очередной прецедент по вару, который могут теперь использовать кто угодно. Что было в этом эпизоде, да, ну Погба подсунул мяч в шоу. Шоу не успел и пошел в подкат. Шоу первый оказывается на мяче. Но после того, как он его выбивает, он еще в ногу влетает игроку Бёрдли. Мяч отлетает к Магуайру. Магуайр на Бруно. И Бруно закидывает там длинный пас на набегание Кавани. Здесь же игрок Бёрдли срубает Кавани. Он по мячу не играл. Он в него не попал. Он просто срубает Кавани. Может, ты хотел в мяч, но факт в том, что шоу попал в мяч, этот не попал в мяч. Хорошо, вы там смотрите дальше эпизод, да, который раньше случился. Но вопрос в том, тот эпизод тянул на красную карточку шоу? Нет, не тянул на красную карточку шоу. Следовательно, его не имеют права по правилам ВАР осмотреть. Но его все равно рассмотрели. Здесь эпизод тянул на карточку красную, да или нет? Ну да или нет, это не важно. Факт в том, что ВАР не может отменить штрафной с одной стороны поля на другую. Это правило ВАР. ВАР смотрит карточки, а не штрафные. Понимаете, в чем прикол? Но у нас английские судьи отменили ВАРом штрафной Манчестера на штрафной Бёрдли. Но следовательно, теперь по правилу ВАРа можно отменять как раз таки штрафный. Английские судьи придумали новые правила ВАРа. Поздравляю. На это им понадобилось 5 минут просмотров. Домашняя заготовка Манчестера. Разыгрывается угловой, где Решфорд дает на Бруно. Бруно дальше на шоу. И шоу вешает на дальнюю штангу, где всегда замыкают высокие игроки. В этом случае Магуайр. Вы спросите, в чем была заготовка? В том, что здесь был достаточно долгий розыгрыш после чего последовал навес от шоу. Именно в этом смысле. Что игрок не сразу набегал. Повлияла ли выдвинутая рука вперед Магуайра на эпизод? Нет. Добрался ли в этом случае защитник Берли до меча, если бы не было руки? Нет. Он бы не напрыгнул на эту высоту. Технический брак у Магуайра, да. Но на эпизод вот эта выставленная рука никак не влияет. Но, тем не менее, голод меняет. Я не разбираюсь в правилах, я просто не совсем понимаю логику принятия решений в некоторых эпизодах по поводу руки. Попадание меча в руку, когда он меняет направление. Либо когда есть какое-то мелкое нарушение правила, но оно не влияет полностью никак на эпизод. Надо ли его при этом все равно рассматривать, я не догоняю. Вот и все. Ковани из зоны нападающего выдергивается в зону подбора и отдает мяч на Марсиале, после чего Марсиале пробивает в угол и Попа это тащит. Это было с дальней дистанции, Поп должен был потащить, должен был потащить. Марсиале ударил классно. Надо ли рассмотреть как-то этот эпизод? Ну, с точки зрения работы Ковани, да, с точки зрения классного удара Марсиале тоже, да. А с точки зрения тактики нет. Обычно ДХ в таком случае, да, давал мяч кому-то личному. Либо Байли, либо ДХ, либо Бюсаки на фланг, да, скажем так. Но здесь он вдруг решил бросить на Погба. Это нестандартное решение ДХ. Поэтому происходит опасный момент, потому что, видите, 4 игрока Бёрнли расположились на чужой половине поля, следовательно, там не все успеют правильно занять зоны. Вот и все. Это быстрая контратака по факту, когда кто-то не успевает вернуться. Там было 4, здесь еще двое. Получается, 6 игроков Бёрнли застряли на чужой половине поля. Поэтому у Манчестера получилась контратака и достаточно опасная. Здесь Погба молодец, не упал и прошел дальше. Еще и пас выполнил. Вот этот пас на Бруно. Другое дело, что Бруно, наверное, сразу бы в касание этот пас отдавал. Погба все-таки чуть задержал. Ну, вот видите, вот 4 игрока Бёрнли, это те, что оставались. И вратарь как раз-таки 5 игроков и посчитает. Здесь чуть Погба, конечно, с пасом задержал, но тем не менее, было опасно. Марсиаль принял пас на фланг и прострелил в штрафную. Ковани толком не построил свой мяч и там еле-еле пнул, либо вообще не пинал. Мяч полетел в сторону ворот. Поп его взял там без проблем. Виноват ли здесь кто-то из игроков Бёрнли? Нет, никто, потому что тогда вообще не надо атаковать, а только сидеть на своей половине поля. Здесь нестандартные действия ДХ, и Погба приводит к этому эпизоду. Вот и все. Ты не всегда можешь вернуться на свою половину поля, потому что все-таки иногда надо атаковать. Это футбол. Погба в центре поля выиграет второй этаж. Красавчик. Мяч отлетает Бруно, Бруно раздаст на ход Решфорду. Я во время трансляции говорил, что как взломать оборону Бёрнли, что надо набегать цепешниками, матичам, Погбой. То есть Погба обычно стоял. Тут он вдруг выиграл второй этаж и здесь прибежал в зону подбора. То есть движение, перестановка как раз таки привело к тому, что Погба здесь получил мяч, плюс Бёрнли начал сжиматься в штрафную. Соответственно, он оголил зону подбора. То есть два цепешника начали сжиматься прямо в штрафную. Это не совсем было правильно. Другое дело здесь рикошеты. Опять же, ну повезло, повезло. Гола в принципе могло и не быть. В футболе не бывает мелочей. Да, если бы Погба чуть раньше не выиграл бы второй этаж, если бы здесь не добежал бы, гола бы просто не было бы. Вот он доработал в двух эпизодах на максимум. С этого пришел гол. Погба делает нестандартные действия. Он там проходит, отдает пас на Марсиале, обыгрывая там десятку как раз таки Бёрнли. Десятка это нападать, чтобы вы понимали. Марсиаль чуть подскользнулся, пробил и поп вытащил. Ну, в завершении у него в этом матче небольшие проблемы, именно у Марсиале. Ну, а то, как он открывался, он молодец. Бёрнли попробовал навалиться на Манчестера, но не получилось затоптать. Чуть-чуть не хватило, буквально малость и затоптали. Здесь же на последних четыре минуты Манчестер чуть не забил второй. Мак Томин и перехватил мяч и отдал на забегание Кавани. Марсиаль молодец. Вместо того, чтобы принять мяч, он увидел, что мяч идёт на Кавани. Он его пропускает и дальше разбегается в зону. Это высший класс нападающего. Кавани принял мяч и в касание перебраться на Марсиале. Марсиаль, к сожалению, не попал. Но при этом открывания в этом матче были просто фантастичны. Теперь давайте поговорим о статистике, да, по игрокам, как играли. Погнали. Смотрите, в чём здесь был прикол, кто понравился у Бёрнли. У Бёрнли понравился Поп. Очень качественный матч. У Бёрнли понравился Барнс, как работал. Выпал, выпал второй нападающий. Сейчас я скажу, кто это. Вот, да, как по мне. Наверное, всё. Так выделить можно командную игру, да. И отдельно Барнса за работу и попа. Так все молодцы. Другое дело, что где-то там нестандартно сыграли манчестерские игроки. Погба так бахнул. Но с рикошетом никто так не бахнет на постоянке. Поэтому ничего не могу плохого сказать про Бёрнли. Ещё понравился выдрак, который вышел на замену. У Манчестера. Решфорд, он активизировался после того, как его покритиковал в матче. Но так он мне не понравился. То есть в этом матче, как ни удивительно, Решфорд сыграл хуже, чем Марсиаль и Кавани. Обычно Марсиаль здесь самый худший. А тут он лучше. И Кавани, как по мне, играл. И лучше, чем Решфорд. Кавани, да, тоже понравился. Бесака, опять же, не совсем понравился. Бруно работал. Работал неплохо. Другое дело в атаке не так много создавал. Погба в первом тайме не очень понравился. Но во втором он сыграл очень качественно. И заслужил даже лучшего игрока матча. Так получается, что Погба в этом матче сыграл не хуже Бруно. А в каких-то моментах даже лучше. Это первый матч, который я помню. Вот сколько я смотрю Манчестер, где Погба реально... Именно во втором матче пахал как Папа Карло и был молодец. Кого еще выделю? Ну, Дхея и отдельно, опять же, Байли. Ну и подключение, наверное, Магуайра в атаку. Это тоже козырь неплохой. Это кого могу выделить? Матич мне вообще не понравился. Может, он работал по зоне, но он мне не понравился. На замену как вышли? Да, у них времени там особо не было. У тех, кто выходил на замену. Мактомин единственное, что там пас на Кавани отдал. Кавани тоже неплохо сыграл. Другое дело, что командное движение у Манчестера и уровень прессинга это плохо. Это достаточно плохо. То есть двигаются в основном 2-3 игрока, а не больше. Как правило, один из них это Бруно, либо кто-то на флангах. То есть, когда добавляется 3-4 игрок, тогда может возникнуть опасность. Плюс, посмотрите уровень прессинга. 25% и Бруно делает 20 действий. Решфорд, Кавани, Марсиаль не делают такого количества объема именно с точки зрения прессинга. А прессинг важен на чужой половине поля для атаки сходу. Чтобы вы понимали, игроки Ливерпуля, Салах, Фермина и Мане в матчах делают до 30 движений на прессинг. У нас только Бруно может это делать. Второй, кто это может делать, такой же объем на самом деле. Ну, кроме Бисаки где-то. Бисаки, а это правый и левый защитник. Для них это нормально. Это Фред и это Джеймс. Вот в этом проблема как раз таки, что мы выпустили габаритных игроков. Да, Погба решил, встречу мы выиграли, но есть небольшая проблема именно с объемом, с прессингом. То есть, с таким прессингом надо очень хорошо играть на индивидуальных действиях. Мы за счет этих индивидуальных действий отдельных игроков и выигрываем. А это в какой-то момент может не сработать. Поэтому у Манчестера меньше шансов на победу в премьер-лиге, чем у Ливерпуля. Либо у Сити. Над командной игрой надо еще работать, работать и работать. Пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!